Приветствую вас! Да, конечно, могут быть причины вашего состояния именно в этом, в том, что вы потеряли родителей, и то, что ваша дочь ушла от вас. Это, безусловно, может быть такое. Но, я думаю, что вне зависимости от того, что произошло, если есть подозрение, что у вас депрессия, вот, то это, в первую очередь, заболевание. И депрессию нужно лечить, как, в общем-то, самую обычную болезнь, вот, потому что она может быть в том числе и физиологически. То есть, причины ее могут быть физиологическими. Вот. Поэтому, даже если у вас и найдется, найдется, да. Настоящая причина, как бы, депрессии, то все равно вам необходимо обратиться к врачу, да. Вот. И, соответственно, как бы, поработайте над этим. И после этого можно будет работать с психологическими причинами вашего депрессивного состояния, которые заключаются, скорее всего, в том, что вы через чур, чрезмерно ориентируетесь на других людей. Вы слишком сильно зависели, вероятно, от, значит, ну, к примеру, своей мамы. Вот. Слишком сильно вы зависели от своей мамы. Слишком сильно вы зависели от своей дочери. Которая, ну, вероятно, имела причины, значит, почему она ушла. Ну, мне так, по крайней мере, видится и кажется. Вот. И, соответственно, вот, это то, что можно вам сказать, то, что можно вам донести, то есть, с точки зрения психологии, да, с точки зрения именно психологии. А ваша проблема заключается в том, что вы через чур, чрезмерно ориентируетесь на других людей. Ну, вот. И зависит от людей. У вас достаточно мало есть своих, ну, своих целей, да, своих ориентиров жизненных. Ну, а что, соответственно, и приводит к тому, что, вот, видят, находятся депрессии. То есть, грубо говоря, вам для себя жить не хочется. Грубо говоря, вы живете, ну, живете, либо жили, да, для других людей, но не для себя. Вот. И как бы тяжело это не было, да, как бы тяжело это не было для вас, мне кажется, что необходимо, необходимо ориентироваться именно на себя. Потому что, ну, вот, вы сами видите, что, как раз таки, именно из-за этого и именно поэтому, именно потому что вы на себя не ориентируетесь, как раз таки. Вот. Вот. А вам так тяжело. Вот. Понятно, что, возможно, есть еще какие-то другие причины, это даже не обсуждается. Вот. Это понятно, что есть какие-то другие причины у вас, возможно, для того, чтобы чувствовать себя, ну, вот, так. Ну, негативно. Вот. Вот. Ну, только это мало что меняет, на мой взгляд. Это мало что меняет, на мой взгляд. И, напротив, с этим нужно разбираться, с этим нужно работать. И я полагаю, что тогда у вас все нормализуется. Вот. Вот. Это, вот, то, что мне видится. Ну, вот, то, что я вижу, исходя именно из, вот, там, того, что вы пишете в своем тексте. Вот. Значит, так, где очень важно понять, какая у вас сейчас цель, да? То есть, вот вы спрашиваете, там, допустим, допустим, что мне делать, да? Что мне делать. Ну, это очень важно понять, ну, что делать, чтобы что. Что делать, чтобы что. Вот. Вот это очень важно. Это очень важный момент. Если у вас есть цель, своя цель, если у вас есть, то это хорошо. Если у вас цели нет, пока что нет вашей цели, то это не очень хорошо. С этим нужно работать. Вот. Мне видится, так, ну, мне видится такая история, по крайней мере. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что можно вам сказать. Ну, сейчас это все. Потому что больше информации вы себе не предоставили. Вот. Ну, а если у вас будет желание, то с радостью вам помогу, обращайтесь, разберемся с вашей ситуацией. Ну, вот. Поймем, откуда у вас депрессия возникла. Вот. Если она у вас, ну, действительно есть, если это именно депрессия, а не депрессивное состояние. Вот. Такое, кстати, тоже может быть. Вот. То есть, не торопитесь, да, диагностировать у себя депрессию. Вот. Потому что это, ну, понятно, что это проще, вот. Проще диагностировать у себя депрессией, да, чем попытаться разобраться, рассмотреть, что именно, и что конкретно у вас случилось. Вот. Поэтому я против того, чтобы мы пока говорили о том, что у вас есть какое-то вот депрессивное состояние. Вот. То есть, я хотел бы, чтобы мы пока говорили о том, что вы просто потеряли, например, ну, просто потеряли смысл, допустим, в жизни. Вот. Это будет более такой справедливой, ну, более справедливой позиции. Вот. Вот так вот. На этом все. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите, пишите в личку. Я буду рад вам помочь ответить на ваши вопросы. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.